привет зритель сразу хочу сказать спасибо девочкам что поддерживают мой канал это ира и оля так вот у меня был тут обзор заказе к косметики librederm несколько сывороток я их тут на себе протестила я схожусь к тому что вот мои любимки разных фирм сыворотки это сыворотки с гиалуроном потому что из всех четырех мне зашла только вот это я оставлю в картинке вытяжку из постиков в телеге потому что я уже про одну сыворотку там писала и про две других только еще собираюсь но четвертую я уже в своей восторге оставлю на рекламент ссылочку потом оставлю или в разделе сообщества или может даже один шорт посвящу этой сырки после того как ее ну может еще недельку хотя бы проведу что хочу сказать вот эта сыворотка зелененькая во первых они все идут неполные а где-то на одну пятую не до конца хотя вот это то по моему нет вот такая вот она мутненькая все бы ничего но на лице после нанесения остается пленка пленка сравнимая как с пленка маска пленкой ее конечно не снимешь как маску пленку но это вот стянутость какое-то мерзкое ощущение у меня напомню кожа смешанного типа жирная зона т и сухие щеки и в общем она стянутость идет по всей прям по всему лицу я не осилила ее на вечерняя я ее не осилила я ее смыла и свое мнение уже высказала в телеге сырум серия сырум гиалур цинк где тут у нас по-русски то хоть что-то есть сыворотка он так концентрированная для кожи с несовершенствами мне конечно вроде как таких вот несовершенств нету может конечно кто-то думать что они есть если вы так считаете то просто укажите мне в комментах где эти несовершенства но вечером нанести небольшое количество сыворотки на проблемные участки либо на всю кожу лица сейчас скажу что нам обещал производитель ничего не случилось показания жирная кожа прыщи пигментные пятна следы постакне застойные пятна неровность неровный тон кожи жирная кожа как бы есть да подходит для всех типов кожи для же для чувствительное видимое улучшение тона регулярная регуляция работы сальных желез в комплексной терапии против застойных пятен осветление пингментных пятен устранение прыщей ну как у меня есть вот тут какой-то такой как бы намек на белый прыщик где-то там губой тоже был какой-то намек на прыщик но он у меня где-то раз в месяц так вылазит на какой-то части лица периодически в определенное время как бы намекая скоро придут интересные дни ниацинамид витамин b3 осветляет уравнивает поверхность кожи способствует уменьшению пигментации лучшая тон кожи придет сияние уменьшает пор и сокращает морщины регулирует работу сальных желез уменьшает жирный блеск омолаживает сохраняя упругость кожи повышает увлажняет так низко молекулярная гиалуроновая кислота повышает увлажненность и сохраняет влагу кожи но я как бы расчитывала растут все-таки есть гиалуронка плюс-минус но у меня есть какие-то такие намеки на то что у людей потом будет ну может у меня ну короче намеки на то что называется гусиными лапками иногда вот так вот вот здесь что такое бывает особенно если спать фигово но я думаю как она подействует не подействует но там не подействовало я просто больше не осилила ее и у меня есть человек которого спросила в пользуешься сывороткой такой пользуюсь я бы не против если я тебе отдам один раз ее использовал не против так что она как бы найдет другого человека себе хозяина гиалуроновая кислота витамин b3 10 процентов плюс цен в общем что-то у меня с ней не зашло так вот это она вроде как тоже призвана увлажнять и все такое но когда ее нанесла у меня в общем на щеках были такие мелкие вкрапления я зафоткала на телефон еще одну камеру правда не смотрела на мониторе как она выглядит если нормально вот вид на босту я пост эти фотки вставлю если нет ну значит нет короче говоря как бы я ее нанесла все такое вроде все ничего но через какое-то время вот прям будто я в ярославле побывала я в ярославле все неделю пожила раньше на сессии приезжала домой даже если двое суток я прям кожа кусочками отваливалась вот тут на щеках которые как бы не были настолько сухие потому что есть отличный крем на который я на днях оставлю отзыв на рекоменд может быть даже отдельное видео запишу может быть даже шорт сам селпи лап этот крем для лица дневной и ночной который мне вот эту всю сухость на зиму очень хорошо подходит на сухое время года на холодное время года когда кожа сухая очень сухая но очень так вот реанимировал мне и все она мягкая она конечно подстягивается там после какой-нибудь пенки по умыванию но не до такой состав я не до такого состояния как было после этого я пережила ночь с этой сывороткой это у нас такая белый флакончик непрозрачный соответственно мы не узнаем что там на четыре пятых наполненный он сейчас я покажу вот он такой густенький беленький под свет флакончика с золотыми буковками такой под золото такой дизайнчик преображает кожу восстанавливая тонус обеспечивать лифтинг эффект походит для всех типов кожи даже чувствительной витамин c сыворотка антиоксидантная для обновления кожи с ги глутатионом так выравнивает рельеф кожи разглаживает марш морщин кис разглаживание морщин сухости тонких линий глубоких морщин повышение упругости эластичности кожи улучшает народный облучение однородности тона кожи и придание и придание сияние цвет лица более свежие сияющие достоверное увеличение увлажнения кожи вот это вот ни хрена она не делает может быть потому что у меня смешанная кожа сухая и зона т но у меня эти кусочки сухой кожи были даже на лбу когда я утром проснулась а здесь вот было такое что провожу рукой а у меня на лице вот какие-то такие мелкие отшелушивающие кусочки ну может она так действует фиг знает ну посмотрела зеркало у меня так это вся и та и другая щека такими мелкими белыми кусочками кожи покрылась а утром это был вообще от израиля когда ее смыла мне потом пришлось но я нанесла тоник от салфи-лаб потом мне нанесла маску от баталика с увлажняющую смыла ее и только уже после этого нанесла вот эту сыворотку а после уже нанесла крем от салфи-лаб потому что мне этой сыворотки не хватило вот так совсем я не рискнула ее больше потому что вечером когда я ее уже нанесла меня были даже какие-то аллергические реакции и вот допустим как у меня бывает на пищевую какую-то пищевая аллергия на какой-нибудь там ешку ли еще что то но у меня на тот момент не было такой того на что могло бы быть аллергия я думаю что это все таки вот это вот сказочная сыворотка что-то она со мной не подружилась а сожалению но меня после этого спасла вот эта сыворотка и вот малка маска тоник вот это вот сыворотка и вечером я потом уже наносила ночной крем я два дня два вечера не использовала никакую сыворотку кроме вот этой дню утром ну что на следующий день короче на 3 нанесла вот эту сыворотку утром потом вечером пенка сыворотка другой фирмы тоже с гиалуронкой и после нее я обычно ничего не наношу тут пришлось нанести вот этот крем волшебная селфи-лаб и два дня подряд я использовала только утром эту сыворотку для бредерму тату синенькую с витамином b5 гиалуроновой кислотой и вечером наносила опять же увлажняющий крем который и на день и на ночь от селфи-лаб и только потом у меня восстановилась кожа я не знаю если люди у вас подобного типа кожа жирная зона т сухие щеки обходите стороной это создание такс последний у меня я два дня и и тестировала по вечерам первый раз я думала что это ну может так какое-то совпадение дам ей второй шанс я не как откроешь то короче все бы ничего а я не с той стороны крыла чтобы ничего но у меня от этой сыворотки случился конъюнктивит причем оба вечера подряд я первый раз не придала значение подумала ну может это совпадение может что-то не так ну что-то иное не причем с курильщиками я не общалась в последнее время чтобы можно было спустить этот конъюнктивит на то что я побывала в доме курильщиков это у нас либродерм сыворотка липосомальная омолаживающая витамин c с одной стороны мне вроде нечего пока омолаживать другой стороны ну можно предупредить плюс у меня вот эти вот маленькие такие намеки на морщины я думала что ну может как-то оно поможет придает свежесть и сияние устраняет следы усталости сокращает морщины подходит для всех типов кожи даже чувствительной она по виду и по ощущению на лице как масло во первых очень долго впитывается красивый такой флакончик во вторых вот утром конечно кожа была такая вроде как ну нормально меня получилось так что в первый день через пять часов не приспичило умыться я не смогла вытерпеть этот конъюнктивит жуткий я пошла умываться но она уже на тот момент впиталась а из кожи не смывалась бывает у нас несешь какой-нибудь уход пойдешь умываться там через пару часов и вот это вот какой-то мыльная немыльная риска низкость на какое-то ощущение на коже есть что-то но смывается тут же нет такого в первый день все нормально не считая конъюнктивитов мы за первый вечер на очень жидкая маслянистая на лице на очень как-то так растекается допустим вот это или просто у меня есть водичка сыворотка от гитокс или от лалифа не водичка сыворотка на но не так растекается тут реально так растекается кожа маслянистая на ощупь ощущение будто маслом намазалась бывает масло но она как бы долго впитываться полчаса но не час-два-три-четыре всю ночь и утром у меня во первых очень этот жуткий конъюнктивит был я проснулась и не могла вообще глаза нормально открыть я умывалась несколько раз потом уложилась обратно очень неприятно у меня даже вот тут какие-то покраснения появились и до кучи у меня местечкова пошла сухая кожа вот здесь здесь потом еще где то я когда утром умылась с пенкой от batavicus я протерла лицо тоником от селфи лап потом нанесла маску от batavicus снова вну с мылою нанесла тоник и нанесла эту сыворотку и у меня кожа вроде как нормально восстановилась а но все равно ведь это покраснение были когда я пользовалась просто этой сывороткой без всяких экспериментов с другими сыворотками от ли брендер у меня не было таких вот покраснений на коже и соответственно не было каких-то таких шершавых кусочков самое интересное что от предыдущей сыворотки в бело-золотом флаконе у меня даже на подбородке на что он жирный были кусочки сухой кожи в общем что-то у с ними не сложилось а что у нас вообще оно должно делать это липосомная и под пардон липосомальная сыворотка омолаживающая витамин c или брендер морщины показания морщины тонкие линии неровной поверхности тупой тон кожи гипермен ментация сухость так вот эта сухость не уходит а если если нет то она появляется а если она есть в каких-то мелких вот таких фракциях на коже то она не уходит а вот эта жирная пленка ощущается на лице очень неприятно конъюнктивит при этом еще и утром ее смываешь вот первый раз она за пять часов как-то впиталось все нормально не считая конъюнктивита а второй раз вот я утром проснулась у меня кожа лица жирная честно я вообще как-то так это в прострации с этих товарищей ну в общем можно сказать что три сыворотки не подошло не понравилось если у вас по типу моей кожи то он не тратить деньги на эти сыворотки лучше попробуйте вот такой вот мне вот это очень зашла это сыворота концентрированно увлажняющая против морщин гиалурон b5 увлажнение кожи повышение упругости устранения морщин три вида чистой гиалуроновой кислоты плюс витамин b5 моментально и пролонгированное увлажнение восстановление тонуса и нормализация упругости выравнивание рельефа кожи устранение морщин сухости восстановление гладкости и эластичности улучшение тонов возвращение свежего и здорового вида может быть она создана чтобы исправлять то что могут наделать предыдущие три сыворотки я не знаю так как вот допустим пенка для умывания от селфи лап который отдельный пост в инстаграм посвящала но на рексе никак руки не дойдут дописать отзыв и вся остальная то есть косметика что у меня была сейчас вот от селфи лап этот крем для кожи вокруг глаз и носогубной зоны крем день-ночь и вот тоник для лица то пенка она очень сушила кожу вот тут также как-то доставляет только дискомфорт уменьшает количество морщин улучшает тонус и эластичность подтягивает кожу это микс молекул герлоновой кислоты трех видов витамин b5 натуральный увлажняющий фактор nmf ну на латинице восстанавливают и кожный барьер устраняет шелушение успокаивают кожу я сейчас снимаю при дневном свете у меня камера стоит как бы спиной к окну выведу понимаете что у меня зале холодильник как-то я пока прособиралась а был такой свет но когда села как мне удобно поняла что света маловато поэтому снимаю вот так так увлажняющий комплекс натуральных биополимеров обладает мгновенным пролонгирующим увлажняющим действием показания сухости и обезвоженность потеря тонуса кожи шелушение тусклый цвет признаки усталости кожи мелкие морщинки да ее можно использовать утром и или вечером я пока ее еще использую только утром но я думаю что я наверно ее так и буду использовать утром а вечером у меня просто там есть еще открытая сыворотка хочу ее доделать все на вот у меня вечером другая сыворотка но тоже с гиалуронкой может быть использую смотрю как сколько там после вскрытия та живет может буду использовать утром и вечером эту более густая по консистенции напоминает чуть более жидкий ну напоминает тоник тот что у меня есть от серии церфавит а тоже от либридерм но только чуть более жидковатая чем этот тоник в общем классная штука мне очень понравилась она с удовольствием до пользовать до конца возможно даже потом повторю у меня как бы час сыворотки запасе есть но просто хотелось попробовать это утром вечером нанесите несколько капель сыворотки на сухую чистую кожу лица шеи и зоны декольте хочу сказать пенка потом тоник и вот эта сыворотка никакого крема потом вообще не надо либо даже пенка и просто вот эта сыворотка аналогично мне очень нравится мне вообще нравится я поняла что мне нравится сыворотки такого типа с гиалуронкой и такие сыворотки что могут заменить крем сейчас не сказать чтобы супер жарко или супер холодно но тот момент когда может быть благодаря косметики сэлфи лаб вот этим крем крему этому до лица у меня кожа щек не сухая ну как бы сравнительно напитанная увлажненная стала и соответственно мне хватает только сыворотки но после пенки умывания для умывания все равно немножко стягивает кожу нужно чем-то увлажниться короче очень классная штука и если у вас сухая кожа либо смешанная жирная зона т и сухая кожа я советую очень классно она действует круто и на жирной части кожи лица и на сухой обалденная но вот эти три с подобным типом как у меня кожа лица ну на свой страх и риск если у вас кожа там нормально или еще какая-то менее чувствительная чем моя если у вас нет конъюнктивита то принципе деду дону можете попробовать но я вам свое мнение оставила я восторгаюсь именно вот этой синенькой всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал где то будет облачка вам скажу спасибо в титрах и на может быть даже в видео или там разделе сообщества и в блоге телеги если вы пользовались чем-то подобным и можете поделиться со мной мнением если она допустим разительно отличаться от моего либо же такое же если вы пользовались чем-то другим или просто хотите мне посоветовать какую-то другую сыворотку не обязательно дебридерм но с гиалуронкой я буду рада вашим комментариям всем поставлю сердечки особенность это будет написано в положительном формате а но без хейта ну и соответственно как бы всем спасибо за просмотр пока